сегодняшний ролик будет посвящен именно психосоматическим заболеваниям как их определить что такое это первая причина заболевания психосоматика по-греческому это переводится психо душа сома тела это наука которая исследует влияние психологических факторов на телесное заболевание вы например приходите к врачу и врач вы говорите ему да болит у меня желудок головные боли сердце спина горло проверяет ничего нет все нормально все хорошо и врач говорит у вас психосоматика то есть это дело в том что это идет эмоциональное напряжение каких-то определенных органах поэтому первой причиной идет именно ваше состояние например стрессы конфликты страхи агрессия мы настолько погрязаем в этих эмоций что они портят не только наше психологическое состояние но и находят выход в форме реальных физических недомоганий поэтому здесь есть наука такая по эзотерике когда показывается причина если например у вас язва желудка поэтому здесь идет именно каким образом может быть вы занимаетесь самоедством может быть грызете себя если у вас например боли в шее возможно вам надо скинуть кого-то кто на ней сидит если ломит спину например может быть вы взвалили на себя непомерный груз и несете страдаете от этого поэтому вот здесь вот именно вот эта наука которая проводит параллель с такими вот заболеваниями даже иногда бывает когда вы говорите поэтому есть фразы которые например они могут отражаться на вашем состоянии например меня уже от вас тошнит пожалуйста то есть меня тошнит от какой-то работы нужно мне нужно переварить это все то есть это тоже может быть язва желудка то есть и гастрит может быть такой поэтому или же например невыносимой нагрузки говорит я не могу нести этот уже крест тоже может быть в этом направлении поэтому здесь надо разбираться но сегодня тема немножечко другая у нас почему потому что здесь мы смотрим что такое психосоматика и каким образом она может проявляться в нашей жизни и какие символы могут указывать на это что говорят врачи что не существует эмоционального расстройства который может не воздействовать на организм все психические заболевания сопровождаются физическими симптомами например повышение давления головной болью неврозом вот психосоматическая медицина как раз и занимается лечение физических заболеваний которые имеют эмоциональную связь с ними физические боли могут возникать в результате эмоциональных напряжений то есть органы тела связаны с мозгом и с нервами долгие годы например эмоционального напряжения приводит достаточно серьезным изменениям в организме уже организм начинает показывать и физические факторы то есть врачи могут находить физические факторы например болезни сердца кровеносных сосудов желудка отдельные виды астмы экземы могут быть постоянные боли повышение давления даже артриты и снижение иммунитета болезни щитовидной железы и другие вдова к физическим последствиям если долго сдерживать эмоциональное напряжение вызывается психические нарушения это как бессонница не способны сосредоточиться раздражительность мрачность чувствительность звуком не умение общаться с другими людьми то есть это уже запущенная вещь и например вот у меня была женщина которая полежала в больнице и она приходила ко мне на консультацию и она говорит я не могу в доме находиться у меня все стеклянное муж сделал стеклянное все полы у меня плитка стеклянная чуть что-то упадет это немыносима это звуки у нее и она не может чувствительность звуком а вот если я поставлю кастрюлю на стол тоже он стеклянный стол этот звук и полностью у меня стеклянная квартира и вот это вот уже запущено ей врач сказал вам надо каким-то образом справляться с эмоциями но как справляться он ей не сказал и поэтому вот тут вот идет в таблетки то есть давление таблетки почему потому что более длительные такие состояния приводят к резкому нарушению зрения иногда до слепоты истерии может быть параличу навязчивости мыслей и неспособность контролировать свои действия поэтому вот здесь вот вам могут давать всегда дают именно таблетки которые могут снижать вот этот эмоциональный фон антидепрессанты конечно жизнь становится чёрно-белый такой неинтересный то есть радоваться уже нет эмоциональный фон уже у вас снижается но это хоть то что вас может удержать в этом мире почему потому что как правило могут и сигануть с балкона могут отравиться могут еще что-нибудь то есть это неспособность контролировать свои действия поэтому вот здесь вот надо смотреть первопричина заболевания и первопричин заболевания у нас показывают сны сны именно вот здесь вот мы не будем говорить чуть попозже я расскажу что какие вот например если ну вот например больные астмой говорят попадают иногда это да попадание в дыхательном пути тех или иных аллергенов это может вызвать инфекцию поэтому надо сходить в больницу проверить что к чему и как если болезнь не лечится значит тут идут эмоциональные факторы то есть что это такое это может быть что здесь человек есть такое что человек не может дышать полной грудью иногда это бывает тяжелая гнетущая атмосфера может быть на работе может быть в доме в этом отношении и здесь человек долго долго-долго-долго где-то терпит это а потом это может приводить именно к резкому ухудшению здоровья то есть он не может ему перекрывает каму кислород поэтому проблемы с дыханием нередко возникают у людей которых иногда их душат своей заботой особенно у детей чьи родители уже крепко зажимают их своих объятий это идет эзотерическая психология рассказывает именно здесь поэтому здесь считается что даже вот есть синельников он сам по себе психотерапевт и писатель и у него есть книга возлюби болезнь свою и он читает что большинство астматиков им очень сложно плакать почему потому что у них астма это как подавленный всклип поэтому им очень трудно выразить свои например эмоции они подавляют это все но какие еще вот например по желудку но по желудку там язва желудка это тоже считается что иногда человек готов к самоедству например когда он может и говорит мне нужно время чтобы что-то переварить вот эти фразы его поэтому иногда желудок сам себя переваривает но чарль чапли например сказал что язвник язва болезнь заразная она вызывает ягву у других людей почему потому что язвник нервный психованный человек он вызывает я писала про газ империл который он выделяет а когда он выделяет газ империл вот эти все слизистые они тоже начинают болеть то есть у другого человека потому что он дышит этим воздухом и очень часто у людей нервных психованных которые не могут себя сдерживать очень часто болеют дети и болеет горло у четырехлетних детей бывает язва желудка это же кошмар какой-то понимаете если даже это если не слабое место у ребенка это слабое место это раки у которых язва желудка может быть и потому что желудок у них слабое место психо структура такая например считается что болезнь тоже если вам не могут вылечить спину иногда бывает такое значит это может быть человек невыносимую нагрузку на себя возложил несет свой крест а сахаром диабет считается что человек не то что ест сахар а у него просто неудовлетворенная потребность в любви и нежности у него нету этого и он поглощает это в основном он хочет что-то сладкого почему потому что например первую очередь вот это сладкое дает главный источник удовольствия а в результате сладости последний источник удовольствия оказывается под запретом у него поэтому головокружение тоже это когда человек крутится вертится все время вот есть же выражение крутится как белка в колесе тоже есть направление такое волосы очень показывают нашу энергетику почему потому что вот потери близких людей очень часто она отражается стрессовая потеря волосы потеря волосы это нехватка энергии основном поэтому мы расстаемся мы не можем своим полу воспрошенном расстаться смириться поэтому иногда поэтому вот именно причина есть первая причина выпадения волос хотя тут может быть гормональные нарушения могут быть генетическая предрасположенность такое тоже есть поэтому в первую очередь надо сходить в врачу пролечиться посмотреть но если или очень туго лечится это заболевание или очень будем говорить вообще не лечится значит надо искать первую причину именно в этом психосоматике врачи выставляют именно психосоматику вот именно вот здесь вот можно посмотреть свои сны и заболевание может показать что происходит в нашем организме и где именно психосоматике так вот я сказала что мясо гобядины Это все болезни от нервов. То есть здесь надо искать нервы, подлечивать именно нервы. Это может быть и массаж, это может быть и психолог обязательно должен быть. То есть человек должен где-то научиться. Особенно вот эти заболевания бывают у психоструктуры рака. Почему? Потому что эмоционально, может быть, рыба, может быть, водные знаки очень, они эмоциональные в основном. Поэтому это может быть скорпион, который при всей видимости он спокойный. Он вообще не показывает своих эмоций. И поэтому вот здесь вполне возможно, что у него подавленные эмоции дают психосоматические нарушения. Раки, они обычно вот наружу все. Да, у них есть, посмотришь, иногда вот рак может сидеть. Поэтому такой грустный. У него на лице все написано. Вот будет сидеть, что такое случилось? Как будто всех родственников похоронил. Нет, что такое случилось? Что такое с тобой? Просто грустный. И вот жалость идет к этому человеку. То есть это манипуляция иногда бывает такая. Но вот у него все на лице есть. У рыбка своя, они милосердны, они жалостливы. Иногда вот это жалость тоже будет. Поэтому что мы делаем? Мы смотрим именно, что именно вот здесь вот надо посмотреть по снам. Какие символы нам могут показать, что у нас в первую очередь именно психосоматика идет. Вот первая причина психосоматики. Ну вот мясо говядины. Если слово не просто мясо, мясо бывает и на этом мясо. Но там нету именно какой. Если это свинина, свинина обычно бывает так. Болезнь грязных рук бывает. Потом свинина это болезнь от излишнего веса. Иногда бывает болезнь от, например, от накопления излишних. Вот есть такая вот вещь. Люди жалуются, что у них растет живот. Они не могут никак скинуть этот живот. Очень интересный вот такой фактор. И поэтому считается, что, например, вот мозг это и кишечник это мозг, который брюшной мозг. Это брюшной мозг. Вот это головной мозг, а это брюшной мозг. Потому что кишечник очень похож по эзотерике. Он похож на этот мозг обыкновенный. А там кишечник он даже по структуре похож. Ну я уже не раз и говорила, что человек является пополам. То есть это низшая часть, половина, ноги и все остальное. А это высшие. Они как бы только на высшем уровне. Это идет более работа другая. А низший уровень это своя работа. Поэтому, когда у вас растет большой живот, да, это может быть излишний вес. Это может быть еще. Но если вы не можете скинуть его, если вы занимаетесь умственной деятельностью или еще какой-то, вполне возможно, что именно вот это накопление знаний и все остальное, которое надо отдавать другим людям, а вы не отдаете. Может быть именно вот это. Или мало отдаете опыт, ваш личный опыт. Мы должны делиться своим опытом, мы должны делиться своими знаниями. И поэтому очень часто именно вот первая причина большого живота, который может, ну никак его нельзя идти или по консацию делать, то есть некоторые идут делать. Здесь надо, да, надо иногда и заниматься гимнастикой, и все остальное, и пресс можно делать. Но тем не менее, накачивать. Но тем не менее, все равно это накопление, как вот свинья накапливает, вот неправильная позиция, например, материальных качеств. Духовные тоже, кстати, бывают. Поэтому часто очень их посмотрите, например, люди, которые достаточно много знают, это не сидячий образ жизни. Они достаточно полноваты, им трудно скинуть вес. Именно потому, что они могут не отдавать свой опыт, знания. А живот – это все-таки умственные знания. Тут умственные знания, поэтому большой такой животик у нас, у некоторых. И это первая причина. Значит, надо больше делиться своими знаниями с другими людьми. Дальше. Что еще может показывать на психосоматику? Пьяный человек. Пьяный человек, который пьет водку, это показано. Если вы видите постоянно, что, например, ваш муж пьяный, а он не пьет. Это может быть психосоматика. Это может быть именно то, что может где-то спровоцировать болезнь. Дальше. Что может еще показывать символ, например, психосоматические нарушения? Это разваленный балкон. Это тоже показана нервная система. Балкон, который грязный. У него нет стекла выбитых, например. Или же просто перила разрушены. Это нервная система. Особенно, если человек видит себя, как он с этого балкона падает. Это первая причина заболевания. Первая причина. Дальше. Ямы с водой. Очень часто снится яма с водой. Вода чистая или грязная? Но в любом случае, если вы даже падаете в яму, яма всегда негативный символ. В основном вы попадаете. Это если там вода. Если грязная вода, значит какие-то эмоции грязные могут быть. Или на вас вас может вымазать. То есть это ссоры, сговоры, обговоры. Будем говорить о злобленности и прочее. Это тоже может быть. Но есть иногда чистая вода. Это переживание. Это сострадание излишнее. Вот есть по карте, когда человеку... Я просто говорю. Вот есть когда десендент... Уже такие красивые слова буду говорить. Будете знать, что хоть я астролог. Десендент стоит, например, в рыбах. Я говорю, жалостливость – это ваш взвейший враг. Вы не должны жалеть человека. Сострадание и жалостливость – это разные вещи. Поэтому сострадать можно. Это помочь. А если вы постоянно вот жалеете. Еще плюс страхи тут идут какие-то. То есть излишнее воображение. А на это излишнее воображение идет еще и страхи. То есть вы, например, человек... Ну, например, ваш муж где-то задержался. Но не смог. Телефон отключился. Вы уже неизвестно, что про него подумали. И все остальное. И когда он у вас появится через час. Хороший, здоровый, будем говорить так. И веселый. Все. Это, будем говорить так, вы уже накрутили себя по полной программе. Или вы его подложили к другой бабе, в постель. Или же вы просто-напросто его где-нибудь в обочине, вот что он уже помер и прочее, прочее. Или где-то напился с друзьями сидим. А он просто... У него отключился телефон. И он встретил, может быть, знакомого, просто поболтал, посидел с ними. Или решил какие-то свои дела. Или он просто задержался на работе. И вы уже на него всех собак сквозь. Только из-за того, что у вас активное такое воображение. А как правило, как правило, очень часто бывает, что человеку надо думать головой. Это по карте есть. Вот это первая причина, например, часто бывает разводов. Поэтому вот эти эмоциональные знаки, которые очень активно... Вот у них активное воображение, эмоции и всё остальное. Они могут и могут сниться, что именно яма светлая, грязная. Вот светлая яма – это страхи могут быть. Это излишнее воображение, которое вы можете себя накрутить излишним воображением. Это светлая вода, но тем не менее это яма. Поэтому здесь тоже может именно показывать то, что у вас эта психосоматика может. И вот из-за этой психосоматики вы можете приобрести какой-то ряд заболеваний, которые будут очень плохо лечиться или вообще не будут лечиться. И вы будете обвинять врачей, что они неправильно вас лечат и всё остальное. Вам надо убрать первую причину. Ещё очень хотелось бы поговорить, например, когда снятся тоже психосоматические такие, а не нарушения. Но они дают как бы человеку возможность, будем говорить так, стать сильнее. Это когда снится молоко, творог, сметана – это ценные продукты. То есть это что такое молоко? Это тоже нервное. Когда человек пьёт молоко во сне, вот как бы ни говорили, что это ценный продукт и всё остальное, прочее, прочее. Очень редко бывает. В основном молоко связано с нервными переживаниями. Потому что это та же самая говядина. Поэтому, ну, это молоко, оно, если вы постоянно где-то пьёте, особенно молоко потом перерастает в творог и всё остальное, то тут может быть и психосоматика тоже. Вы, может, если неправильно используете вот какие-то вот напряжённые моменты, значит, вот здесь вот могут быть какие-то у вас проблемы, достаточно активные проблемы. Значит, для чего даётся вот именно иногда человеку проблемы, напряжение и всё остальное? Вот если посмотреть по эзотерике, что человек – это алмаз, который должен становиться всё крепче, сильнее всё остальное. Это ценность, которая в этом мире. И он должен становиться сильнее. Как делается алмаз в природе? Длительно, при длительной, будем говорить, высокой температуре и давлении. И получается алмаз. Вот поэтому нас и давят, и поднимают в радость. Поэтому точно так же делается искусственный, примерно, алмаз. Вот именно высокое давление и температура. Вот у нас проблема. Поднимается градус и проблема поддавливает нас. Как мы выходим? И поэтому вот это может быть снится творог. Вот у моей одной клиентки приснилось, что она длительное время ела творог. И снится творог, творог, творог. А она готовилась, будем говорить так, где-то полгода. У неё была интенсивная такая работа, она работала с детьми, готовила их к конкурсу. Не досыпала, не доедала, нервничала. Вот это напряжение ей показало. Да, с этим напряжением надо каким-то образом справляться, но оно считается. Творог – это всё равно нервное напряжение. Потом надо отдохнуть. Но тем не менее человек становится вот в этом, это сильнее, успешнее. Но тут нельзя превышать пределы, потому что может прийти заболевание. Точно так же вот сметаны могут быть, все простокваши, кефир. Несмотря на какие-то вот вещи, все составные, которые идут. Сыр тоже – это длительное напряжение, которое идёт. Это я не могу сказать, что сыр может есть иногда и другие толкования. Но где-то процентов 80, вот именно идёт вот к этому нервному напряжению, к длительному нервному напряжению. Почему? Потому что творог – это длительно. Какое-то время нужно вот именно, чтобы молоко скисло, отстоялось. И, а молоко откуда? От коровы идёт говядина. Вот это вот идёт. И поэтому вот здесь вот идёт временное. Чем длиннее вот делается, будем говорить, этот продукт молочный, тем больше у человека, если он длительное, вот это нервное напряжение, да, это ценность. Но как пройдёт человеку эту ценность? Иногда он может подхватить заболевание какое-то, определённые болезни. И поэтому вот тут вот, если вот эти символы вам снятся, значит, знайте, что у вас именно психосоматика. И здесь надо разбираться в причине. Почему эта причина у вас возникла? Это надо идти к психологу, смотреть. И если это эмоциональное напряжение, вы не можете справиться. Особенно есть такие психоструктуры, как, я уже сказала, рак. Им вообще очень, это первая причина, которая есть у человека. Это эмоции. Раки не могут справиться со своими эмоциями. У них всё на лице. И от этого они могут страдать. Хотя по карте есть иногда. В той человеке, когда я говорю, например, асцендент стоит или восходящий узел, ой, восходящий знак, но я его называю корректирующим знаком, если он стоит именно как дело, значит, человеку обязательно надо научиться справляться со своими эмоциями. А как справляться? Как сказал врач, как-то надо научиться. А как? Вот некоторые говорят, да, их надо выкидывать наружу. Вот эти эмоции надо выкидывать наружу. Не держите их вам внутрь. Потому что они закладываются, будем говорить так, на какие-то органы, как я вам только что сказала. Но, когда вы выкидываете наружу, значит, что? Приходит ситуация. А ситуация приходит, что вы делаете? Вот это караульная вещь. Почему? Потому что вы создаете ситуацию, которая связана с заболеваниями, не заболеваниями, а ситуацией с другими людьми. Вы портите жизнь другим людям, портите с ними отношения, когда вы на них скидываете вот эти все эти свои эмоции. А в большинстве своем это наши близкие. Почему? Потому что на работе мы не имеем права. Вот такие заболевания, в профессии, как врач, продавец, например, учитель, все, что связано с людьми, покупатель всегда прав. Вы не имеете права. Пойдет, напишет, жалобу вы лишитесь работы. Кондуктора, вот эти все эти вещи, вы вынуждены это все держать в себе, сдерживать. Потому что жалобу получите. Если вы приходите домой, куда вы выкидываете? На своих близких людей. И вы делаете им жизнь невыносимую. Почему? Потому что мама приходит, и мама начинает на детей орать, кричать. Или на мужа. Потерпит, потерпит, уйдет. Дети потом тоже будут вас избегать. Кто страдает? И дети, и вы. Поэтому надо научиться управлять своими эмоциями. Это и для здоровья, и для вашего отношения к другим людям. И в первую очередь, именно для того, чтобы вы могли более-менее комфортно жить в этом мире. И быть здоровой. Убрать эту первопричину. Поэтому есть у меня управление эмоциями. Очень хорошая программа. 10 занятий. Но я вам рассказываю. Даю задание. И вы начинаете во внешнем мире именно практиковать это. Без практики. Это в любом случае. Я даю вам теорию. А вы практикуете уже. Это очень хорошая вещь. Почему? Потому что вы не зажимаете. Но вы и не выкидываете наружу. Вы управляете своими эмоциями. Эти эмоции даны вам для того, чтобы вы могли управлять и своими эмоциями, и эмоциями другого человека. Поэтому это очень хорошая методика. Она игровая. Она прекрасно, будем говорить, усваивается. Даже легко усваивается. Но ей надо заниматься. Ее надо практиковать. Приходите в наручение. И я думаю, что любой человек сможет. Это не такая глубинная психология. Она игровая. Даже детям вы можете своим дать именно вот эту методику в упрощенном состоянии. И ваша жизнь станет намного легче. не .